Основная тема пресс-конференции главы Карачаева Черкесии – подведение итогов уходящего года в социально-экономическом развитии региона. В своем вступительном слове Рашид Темрезов призвал журналистов отказаться от официоза и поговорить по душам, не стесняясь выборить тем. Каждый из вас во многих своих материалах, сюжетах указывали на определенные недостатки и работу органов всех ветвей власти. Ну и в принципе освещали все, что происходит в нашей республике. Я думаю, что сегодня у нас разговор будет достаточно откровенным, открытым. Первый вопрос от корреспондента портала «Неа Кавказ» Алексея Мурашкина. Журналист попросил главу региона составить рейтинг событий уходящего года. Каков он ваш рейтинг важнейших событий 2019 года? Первое, я считаю, что у нас общественно-политическая обстановка в республике остается стабильной. Ну и, конечно, ряд важных политических, экономических процессов, которые происходили. Это и выборы в народное собрание, парламента республики, это и строительство очень многих важных, и ввод очень многих и важных объектов, социальная, инженерная инфраструктура. Но, конечно, главное, что мы начали на территории республики, как в целом по стране, реализовывать национальные проекты. Более подробно о реализации нацпроектов глава республики рассказал, отвечая на следующий вопрос. Завершился первый год реализации национальных проектов, как вы уже сказали, это было значимое такое событие уходящего года, и, наверное, уже можно подытожить, как сработали по всем направлениям национальных проектов, как мы знаем, они все объемлющие, охватывают все стороны жизни нашей республики. Считаю, что и правительство, и муниципальные органы власти, и законодательная ведь, потому что мы много изменений вносили, отработали, на мой взгляд, удовлетворительно. Потому что мы всегда ставим более высокую планку. Вот мы участвуем в 10 национальных проектах, в более 45 федеральных проектах. И вот я считаю, что по всем 10 национальным проектам мы отработали достаточно уверенно и хорошо. Следующий вопрос – кадровые. Журналисты отметили, что в республике с одной стороны наблюдается нехватка рабочих мест, а с другой – есть дефицит подготовленных специалистов. Рашид Тимрезов признал наличие проблемы, а как один из методов ее решения анонсировал запуск региональной программы в сфере образования, которая даст возможность готовить специалистов и стимулировать молодежный выбор востребованных сегодня профессий. Конечно, нам надо растить специалистов, специалистов, за которых будут завтра с руками, с ногами их отрывать, забирать. Но, конечно же, мы должны на сегодняшний день больше делать упор на создание рабочих мест, реальный сектор экономики. Еще один острый вопрос – провода снабжения. Рашид Тимрезов подчеркнул, что задача обеспечения качественной водой населения республики одна из самых приоритетных. Для ее решения регион активно заявился в федеральный нацпроект «Чистая вода», который предусматривает реконструкцию сетей и строительство центрального водоснабжения. Мы, конечно же, и своими силами постараемся проблему качественного питьевого водоснабжения в республике к 2024 году, конечно же, закрыть. Но это очень огромная работа, которая требует и очень серьезных финансовых затрат, и достаточно серьезных затрат. Поэтому мы ее оставляем как самой приоритетной. Говоря о появлении новых социальных объектов в республике, Рашид Тимрезов анонсировал начало большой реконструкции государственной филармонии. В итоге она превратится в культурный центр, аналогов которого в республике не было. У нас есть проект на реконструкцию нашей филармонии. Еще раз могу сказать, что это будет современнейшее здание на 1100 мест, со всеми современными гримерными, местами для репетиций и так далее. Я думаю, что это наш город, нашу республику украсит, и у нас планируем за полтора-два года его строительство завершить. Всего за почти что два часа Рашид Тимрезов успел ответить на четыре десятка вопросов, касающихся различных сфер жизни республики. А в конце пресс-конференции поздравил всех жителей Карачаева-Черкесии с наступающим Новым годом и пожаловал им добра, мира и благополучия. Арнес Чуков, Олег Молхожев и Радомир Князев, Вархиз, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова